Девушки отдыхают Так, вот вид на стол к улицу Там очень много старинных зданий Это гимназийная набережная, сквер, стрелка Там я тоже только что чуть не сдула Вот это ураганище было А с таблички шатались Да, таблички вообще капец Походу дождик будет тут нехилый Как вы видите, электротранспорт ходит в обиход современных украинцев И люди предпочитают электросамокаты, электровелосипеды, гироскутеры, гироборды Современным машинам Скейты, да Вот Но некоторые люди, особенно с примитивными понятиями, с приземлённым мышлением Просто-напросто меня заблокировали в Инстаграм из-за того, что я катаюсь на самокате Но это просто жесть, я не знаю Ну всё, мы заходим на эту сталк-улицу По возможности покажу вам побольше классных зданий Ну, как видите, тут уже начинаются старинные здания Но они ещё пока жилые Вот военное здание Вот здесь Харьковская спортшкола Вот там яйцо дальше Это улица Конторская Одна из самых старинных улиц Харькова И тут, как вы видите, расположено большое яйцо А, нет, окна пластиковые Да Вот впереди здание В арочке находится Вот, но они жилые Они как бы старинные, эти здания Но они жилые И вот какое-то полузаброшенное здание Вот, конечно, райончик Тут Тоже вот это здание заброшенное Но в него никак не пробраться Тут полностью всё Кирпичами, забором Обложили Вот Вот, красивое Вот шикарнейшее здание Но оно тоже ограждено высоким забором Чтобы сюда люди не пробрались На самом деле оно очень атмосферное Ветер, блин, волосы В лицо А вот здание Забаррикадировано полностью кирпичом Чтобы в него никто не пробрался Вот Но тоже оно довольно-таки очень атмосферное Тут побитое стёкло И вот какой-то замок А вот пошёл ряд заброшенных зданий Ну, в некоторых, я смотрю, уже делают реставрацию Вот серп и молот Совковый Это, походу, здание заброшенное Оно охраняется Так, вот приближаемся к этому зданию Оно имеет историческую ценность И, походу, уже начинает реставрироваться Так, вот мы идём Да, вот объект под охраной Скорее всего, что оно закрыто Да, сюда не пробраться Вот здание сзади По-моему, тоже Да, оно заброшенное Верхний этаж заколочен А окна сверху побитые Ребята, заметьте парадокс Умершие заброшенные здания На фоне живой, красивой и сочной природы Ребята, заметьте парадокс Умершие заброшенные здания На фоне живой, сочной природы Смотри, он укротеликом здесь расположился Аренда написана Видишь, это крыло, оно жилое Кто не жилое, ещё подлежит реставрации Или его сейчас реставрируют А здесь аренда Ну, ты знаешь, я тебе так скажу Эту улицу, я смотрю, её отреставрировали Потому что, когда я 4 года назад Жила здесь поблизости Я помню, мы гуляли здесь с друзьями И полностью улица была заброшена Тут ещё дорога была в хлам Я помню, тут ещё какие-то глыбы лежали Ремонтные машины Стояли бульдозеры И здания все были полностью заброшены И имели очень-очень жуткий вид А сейчас я хожу Ну, конечно, да Тут уже, я смотрю, реставрируют по полной эту улицу Ну, и правильно Потому что, как бы, например В нашем городе у нас куча всяких классных зданий Атмосферных, старинных, заброшенных А их никто не хочет реставрировать Хотя бы даже в качестве исторических памятников Здесь через Полтавский шлях будет станция «Центральный рынок» Здесь будет оно Какая будет станция? Станция, вот смотри Там параллельно направо идёт Полтавский шлях И ещё там чуть дальше метро «Центральный рынок» А вот мечеть, смотри Вот мечеть, тут молятся мусульмане А, вот это здание, которое я искала Оно очень старое и заброшенное А, да, там... А, и вот заброшка, смотри Ну, тут уже потолок и там Да тут вообще уже трэш Там даже деревья заросли Как там кто-то ещё стоит? Да Жалко тут не написали Да, ну, зато другие какие-то надписи есть А, тут уже и крыша завалилась, смотри А вот как раз и эти все заброшки Тут видно или пожар был Или какая-то другая стихия Но, как мы видим, здесь Здесь обвалилась крыша полностью Которая просела на первый этаж И вот ещё одна заброшка Тоже очень атмосферная, старинная А вот целый ряд заброшек Но, видно, это было одно здание Больше похоже на какой-то завод Или комбинат И, походу, там случился какой-то пожар Вот здание сзади меня Но оно в очень аварийном состоянии Ну, довольно-таки очень атмосферное Кстати, написано не фонтан Ну, да, я, конечно, заметила Что это здание далеко не фонтан Вот обваленная крыша Всё такое обуглившееся Да, ну, тут вообще здание Совершенно непригодное, ни к чему Полностью всё обвалилось Там какая-то плитка, я вижу Там дальше здание Вот мы видим дальше руины какие-то Вот полностью всё обваленное И даже уже заросшее Тут, походу, какой-то заводик был маленький А там кто его знает Как зловеще качается вот эта перекладина Так, вот Стены какие-то остались Стены и руины Стремное место на самом деле Да, тут всё обвалилось Полностью при том Зловещее какое-то место Даже ворона сюда прилетела Всё, надо уходить отсюда Надо уходить отсюда Там какие-то руины Очень стрёмно, ребята Такой адреналинчик После панорамы Так, а вот Тоже куда-то я набрела Какие-то куртки Какие-то вещи Там вообще напрочь всё покосилось Вот какие-то вещи Какие-то новые даже вещи Курточка Да, тут, походу, был какой-то трэшик сильный И вот новая куртка Абсолютно Детские какие-то вещи Вот какая-то шляпа Или корзинка Я не пойму Что это такое Вот какие-то новые вещи Что тут было, непонятно Детские новые вещи Совершенно Совершенно новые Странно Что ж тут могло быть Или выбросили, может быть Жалко вещи Довольно-таки неплохие Куртка неплохая Кому нужна куртка? Кому нужны вещи? Совершенно новая куртка И совершенно новые детские вещи Тут Бодики, комбинезончики Кому нужно, обращайтесь Да, тут, походу, трэшик Такой серьезный был В этом здании Какие-то бусы непонятные Полностью все обвалилось Вот какое-то парео Кто-то в речке любил купаться И много-много других вещей Вот какое-то парео Кто-то в речке любил купаться Да, и много других вещей Главное, свою куртку не забыть А то я там оставила Так, все Забираю свою куртку И валим отсюда Все Валим Сталкеры Сталкеры не сдаются Валим Отсюда Все Валим Нафиг валим Ну все Наш сталк удался Хоть и немного Но здание в крайне аварийном состоянии Поэтому поснимали только со стороны То, что внутри Это, конечно, вообще трэш полный Оно шутко обвалилось Там был нереальнейший пожар Плюс еще снег Плюс еще дождь Поэтому так Но улица на самом деле очень классная Тут очень много старинных зданий И много вот таких вот развалюх Поэтому кому интересна тема Сталка Тема урбан-туризма Экстремального туризма А также истории То милости просим сюда Это была улица Конторская Одна из самых старинных улиц В городе Харькове Поэтому кому интересно будет Пишите в директ Звоните у кого есть мой номер телефона И я организую вам Сталк-поход сюда Вот Вот мы обошли почти всю Конторскую улицу Здесь очень много старинных И заброшенных зданий Поэтому кому интересна тема урбан-туризма Экстремального туризма Тема Сталкера Звоните, пишите Пишите в директ Проведу вам Сталкер Это был город Харьков Улица Конторская Тут туалет где-то быть на улице Потому что тут вообще трэш Ты ж видел Здания очень непригодные И по ходу еще Наверное конца 19 века Начало 20 века Поэтому В том времени не было Толком канализации Или она была может У очень богатых людей У политиков У малководцев Императоров У простых людей Туалет на улице был И потому Во многих селах До сих пор еще встречается Туалет на улице Печально Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому